Беседа 18, Яне 7,54 Слушаясь, я, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Достойно удивления, как они не найдя в словах Стефана повода к убиению его, еще беснуется и ищут этой причины. Так всегда бывают злобные люди, поступающие неправедно. Подобно тому, как и расвященники недоумевали и говорили, что сделаем с этими людьми, так и они. Терзаются. Кажется, он должен был бы негодовать, как не сделавши ничего несправедливого, и между тем подвергшиеся участи людей, неправедных и оклеветанных. Но этим-то более клеветники и обличаются. И так-то оказывается истинным то, о чем я всегда говорил, что делать зло значит страдать. А он не произносил никакой клеветы, но говорил правду. Так, когда нас поносят за то, чего мы не сознаем за собой, мы от этого ничего не терпим. Они хотели убить его, но не вдруг делают это. А желают еще найти благовидную причину для своего злодеяния. Как? Разве обличение не было благовидной причиной? Но это было обличение не его собственное, а пророческое. Или они нарочито отлагали убиение, чтобы показать вид, будто они убили его не за обличение их, подобно тому, как было и со Христом, но за нечестие. Между тем, слова его были слова благочестия. Поэтому намереваясь вместе с лишением жизни повредить и славе его, они распалялись, так как они боялись, чтобы из-за него еще не случилось чего-нибудь нового. Затем, что они сделали со Христом, то делают и со Стефаном. Как там, когда он сказал, вы увидите Сына Человеческого, сидящего в десну и силы? А они называли это богохульством, им призывали народ во свидетели. Так точно и здесь. Там растерзали одежды, а здесь затыкали уши. Стефан же, исполненный Духа Святого, возрев на небо, увидел славу Божию Иисуса, стоящего в десну и Бога, и сказал, вот, я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего в десну и Бога. Но они, закричавши громким голосом, затыкали уши свои, и единодушно устремились на него, и, вывезши за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Саула. И если бы даже он говорил неправду, то следовало бы отпустить его, как иступленного. Но он сказал это с тем, чтобы обратить их. Так как он сказал только о смерти Христовой, а о воскресенье не сказал ничего, то теперь благовременно присовокупляет учение и об этом предмете. Он говорит, что Христос явился ему так, как он рассказывает, чтобы хотя таким образом расположить их к принятию слов Его, сказать, что сидит одесну и Бога, было бы невыносимо для них. Потому он проповедует только о воскресенье и говорит, что Христос стоит одесну и Бога. Думаю, что и лесо его прославилось от этого видения. Человеколюбец Бог через то самое и хотел призвать их к себе, за что они негодовали. И если бы и не было ничего более. И вы, видишь, и вон за город побивали его камнями. Опять смерть вне города, как было со Христом. И при самой смерти возвещается исповедание и проповедь. И побивали камнями Стефана, который молился и говорил, Господи Иисусе, прийми дух мой. Этим он показывает и научает их, что он не погибает. И, преклонив колено, воскликнул громким голосом, Господи, не вмени им греха этого. И сказав сие, почил, как бы в доказательство того, что и прежде сказанное им происходило не от гнева, говорит, Господи, или таким образом он хотел обратить их. Ведь простить гнев и ярость, простирающиеся до убийства, и показать душу непричастную страсти, это могло расположить к принятию слов его. Саул же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостола, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Неслучайно, мне кажется, произошло это гонение, но по устроению Божию. Видишь ли, как Бог опять попускает быть искушением. Но посмотри, здесь прошу, как устрояются дела. Они были предметом удивления по причине знамений. Будучи бичуемы, нисколько не скорбели. Они остались на местах. Проповедь распространялась. Но потом Бог попускает великое препятствие. Происходит гонение немалое, но такое, что вместе они должны были бежать, а их боялись, как сделавшихся более дерзновенными. И для всех стало явно, что те, которые боялись и бежали, были люди. Но чтобы ты после не говорил, будто они все делали только благодатью, и тогда, когда были гонимы, для того те оказались более робкими, а они более дерзновенными. И все, говорит, рассеялись. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем. Они оплакивают его или потому, что еще не были совершенны, или потому, что он был достоин любви и уважения. Вместе с тем и это печаль, и плач, кроме страха, показывает, что они были люди. И кто не заплакал бы в виде этого кроткого агнца, побитого камнями и лежащего мертвым? Достойно его надгробную надпись оставил евангелист, сказав, и, преклонив колени, воскликнул громким голосом, «Господи, не вмини им греха этого!» И сказав, сие почил. Что здесь достойно осуждения? Но посмотри на то, они мужа, сделавшего такие знамения, когда он был исполнен силой Духа Святого, победившего всех словом своим, и так говорившего, взяли, и как хотели, так удовлетворили над ним ярость свою. Свидетели же положили одежды свои у ног савла. Смотри, как обстоятельно писатель повествует о том, что касается Павла, чтобы показать тебе дело Божие, совершившееся над ним после. А теперь он не только не верует, но и предает Стефана в руки бесчисленных убийц. На что указывая, писатель говорит, «Саул же одобрял убиение его!» Молится же блаженный Стефан непросто, но внимательно преклонив колени, говорит, «Потому и смерть его была божественна, а до этого времени душам определено было пребывать в Ааде. Все же рассеявшиеся были в странах иудейских и самарийских. Без опасения входят в общение с самарянами те, которые, слышишь на путь, к языцикам не ходите. Кроме, говорит, апостолов, показывая тем, что они, желая, и при этом случае обратить иудеев, не оставили города, или же они хотели быть и для других образцом дерзновения. А Саул терзал церковь, входя в домы, и влача мужчин и женщин отдавал в темницу. Великое иступление как потому, что он был один, так и потому, что входил в домы. До такой степени он отдал душу свою за закон. Влачил, говорит, мужчин и женщин, посмотри на смелость и на озлобление и на иступление. Всех попадавшихся им он подвергал бесчисленным бедствиям, как будто после этого убийства Стефана сделался дерзостнее». Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слова. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. «Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись, и была радость великая в том городе. Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря, «Все есть великая сила Божия». Заметь прошу и другое искушение, то есть Симона. А внимали ему, потому что он немало времени изумлял их волхвованиями. Но когда поверили Филиппу и благовествующему о царстве Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышавши, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые пришедшие, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, дайте мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Как скажут, неужели они не получили Духа? Они получили Духа от пущения грехов. Но Духа знамений еще не получили. А что это так, что они не получили Духа знамений, ясно из того, что Симон, увидев это, пришел просить его. Гоняне тогда особенно и усилилось, но Бог опять избавлял их, оградив их знамениями. Так как смерть Стефана не укротила ярости иудеев, но еще более усилила ее, то учители и рассеиваются, чтобы учение более распространилось. Но вот обстоятельства их опять делаются благоприятными, и они получают радость. И был, говорит писатель, радость великая в городе, хотя прежде был великий плач. Так обыкновенно Бог всегда делает, соединяя радости со скорбями, чтобы быть еще более достойным удивления. Недух был в Самаре с давнего времени, оттого он и при этом крещение не освобождается от него. Как же крестили его? Так же, как и Христос избрал иуду. Он видит совершающееся знамение, изумлялся, но еще не смел испрашивать благодать из знамений, так как видел, что и прочие еще не получили ее. Почему же не лишили его жизни, подобно Анании и Сапфире? Потому что и в древности, собиравший дрова в субботу, был лишен жизнью научения другим. Но никто другой уже не подвергался тому же самому. Так и теперь поступает Петр. И наказав тех, не наказывает этого, но говорит. Серебро твое, да будет погибеть с тобой, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. 173. И почему они по крещению не получили Духа Святого? Или потому что Филипп не сообщил его, может быть, воздавая тем честь апостолам? Или он сам не имел этого дарования, потому что был из числа семи, дьяконов? Последнее, можно сказать, с большей вероятностью. Отсюда мне кажется, что этот Филипп был из числа семи, второй после Стефана. Он, крестьяне, сообщал крещаемым Духа, так как не имел такой власти. Это дарование принадлежало одним только двенадцать апостолам. И заметьте, эти апостолы не вышли, но по устроению Божьи вышли из Иерусалима те, которые не имели этой благодати, потому что еще не получили Духа Святого. Они получили силу творить знамения, но не получили силы сообщать Духов другим. Следовательно, это исключительно принадлежало апостолам, потому мы видим, что делают это верховные апостолы, а не другой кто-нибудь. Он не сказал бы так, если бы не происходило чего-нибудь подлежащего чувству. Так и Павел выразился, когда свидетельствовал, что они говорили разными языками. Видел ли ты нечестия Симона? Он принес деньги, хотя и не видел, чтобы апостол делал это за деньги. Следовательно, это не было делом неведения, но делом того, который искушал и хотел подвергнуть его осуждению, поэтому и услышал. Нет тебе всем части жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Опять сокровенное в душе Петр обнаруживает, хотя тот и думал скрыть это. Итак, покайся всем грехе твоем и молись Богу. Может быть, отпустится тебе помысл сердца твоего, ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды. Симон же сказал в ответ, помолитесь вы за меня, Господу, дабы не постигло меня ничто исказанного вами. Надо было покаяться от сердца, надо было плакать, а он только лицемерно делает это. Может быть, отпустится. Петр сказал это не в том смысле, что ему не проститься, если бы он и плакал. Но так обыкновенные пророки только угрожают и не говорят. Если сделаешь это, то проститься тебе. Но говорят, что наказание последует непременно. Но подивись, прошу, как они и во время бедствия не оставляют, а продолжают проповедь. И как подобно тому, как при Моисее истины и чудеса узнавались по сравнению с ложными, так точно и здесь. Было волхвование, но эти знамения явно отличались. Там не должно было быть ни одного бесноватого, где Симон немалое время действовал на них волхвованиями. Но как бесноватых было много и расслабленных много, то его чудеса не были истинны. Филипп же не только знамениями, но и словом приводил их к вере, беседуя о царстве. Симон же, говорит писатель, крестился и пребывал перед Филиппом. Пребывал не для веры, но для того, чтобы самому сделать все таким же. Ибо сошедшись, помолились о них, чтобы приняли Духа Святого. Ибо ни на кого еще из них он не сходил. Тогда возложили руки на них, и они получили Духа Святого. Видишь ли, это делается непросто, но нужна была великая сила, чтобы сообщать Духа Святого. Не все ведь равно получить отпущение грехов или получить такую силу. Видел ли он, чтобы прочие делали это, чтобы делал Филипп за деньги получать Духа Святого? Неужели он думал, что они не знали, с какой мыслью приступал он? Потому Петр хорошо называет это, даром говоря, серебро твое да будет с тобою. Видишь ли, как они были непричастны к деньгам. Итак, он делал все неправо, а надлежало быть простым. Покаясья – это выражение сильного гнева. Впрочем, он не наказывает его для того, чтобы вера не происходила от необходимости. Чтобы она не казалась делом жестоким. Чтобы осталось место покаянию. Или потому, что для исправления его достаточно было обличения. Или достаточно было обнаружить сокрытое в сердце. Чтобы он сознался, что он улечен. Словами помолитесь вы о мне. Он это сознает и вместе исповедует. Посмотри, как он хотя был нечестив, однако уверовал. Когда был обличен, и теперь взялся смиренным. Когда был снова обличен. Видя знамения. Не сказано – приступил. Но удивился. Почему же он не сделал этого прежде? Он думал, что может укрыться. Думал, что это было делом искусства. Но так как он не мог укрыться от апостолов, то и приступил. Ибо духи нечистые выходили. Этот голос был явным знаком того, что они исходили. А действия волхвов, напротив, еще более связывали уста. И многие расслабленные хромые исцелялись. Здесь не было обмана, потому что исцеленные должны были ходить и действовать. И многие, внимая, говорили – это великая сила Божия. Здесь исполняется сказанное Христом. Ибо многие восстанут в лжех Христы и лжех пророки во имя мое. Но почему они не тотчас обличили его? Они удовольствовались тем, что он сам обличил себя. И это было поучительно. Когда же он не мог противиться, то лицемерит, подобно волхвам, которые говорили – это перс Божий. Исход 8.19. А чтобы его опять не изгнали, для этого он и пребывал у Филиппа и не отходил от него. Посмотри, прошу, сколько последствий произошло от смерти Стефана. Они рассеиваются по странам иудейской и самарийской. Благовестуют Слово, проповедуют Христа, совершают знамения. Мало-помалу получают дар Святого Духа. Здесь было сугубое знамение – им дар, а тому Симону не дать. Это величайшее знамение. Они же, засвидетельствовавши и проповедавши Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим. И во многих селениях самарийских проповедали Евангелие. Прекрасно сказано – засвидетельствовавши. Они свидетельствуют, может быть, касательно того Симона, чтобы верующие не пролистились, чтобы они были в безопасности, чтобы по неопытности не были часто увлекаемы. Возвратились в Иерусалим. Зачем они опять идут туда, где было гонение, где было начало бедствий, где особенно пребывали убийцы? Как на сражениях поступают начальники. Устремляясь к той части войска, которая ослабевает, точно так делают и они. Смотри еще. Ученики не прежде приходят в Самарию, но вследствие гонения, как и при Христе. А потом уже к уверовавшим из самарян посылаются апостолы. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна. Для чего же посылаются? Для того, чтобы избавить их от волхвования, чтобы напомнить учения, которые они слышали от Христа, когда вначале уверовали. Итак, Симону, напротив, следовало попросить, чтобы самому получить Духа Святого, а он, не заботясь о нем для себя, просит, чтобы иметь силу сообщать его другим. И те семь декановы не получили его так, чтобы сообщать другим, а он захотел стать славнее Филиппа, будучи в числе учеников его. Серебро твое добудет с тобою в погибель. Это слова не надневающегося, но учащего. Так как он не употребил серебра, на что должно, то пусть, говорит, оно будет при тебе, таком нечестивце. Или как бы так сказал, пусть оно погибнет вместе с твоим намерением, потому что ты так низко думаешь о даре Божьем, считая его делом совершенно человеческим. Не таков этот дар. Если бы он пришел как следовало прийти, то был бы принят или, по крайней мере, не был бы отвергнут, как зараза. Видишь ли, как тот грешит сугубо, кто думает низко о предметах высоких. Поэтому апостол повелевает ему два дела. Покайся и молись. Так тот замыслил дело порочное. Потому апостол их сказал ему, может быть, отпустится тебе, зная, что он неисправим. Он же со своей стороны опасался народа и не решился раскаяться. Если бы он не смутился, то сказал бы, я не знал, я поступил легкомысленно. Но он был поражен, во-первых, тем, что перед ним совершались знамения, а во-вторых, тем, что сокровенное в душе его сделалось явным. Поэтому он отправился далеко в Рим, куда апостол еще не доходил. Смотри, как и в самом путешествии они совершали свое дело. Они путешествовали не напрасно. Свидетельствовали. Такие путешествия должно совершать и нам. На что я говорю путешествия? Многие имеют села и деревни, но не заботятся и нисколько не пекутся о них. О том, как бы устроить баню, как увеличить доходы, как устроить дворы и жилища, они заботятся много. А о том, как бы возделать души, нисколько. Когда ты видишь на поле терния, то исторгаешь, жжешь, уничтожаешь его, чтобы освободить землю от причиняемого им вреда. Но, видя самих земледельцев, исполненных тернием, не исторгаешь его. Неужели, скажи мне, ты не боишься и не трепещешь того, который потребует от тебя отчета за них? Не должен ли каждый из верующих построить церковь, пригласить учителя в помощь себе и заботиться прежде всего о том, чтобы все были христианами? Каким образом, скажи мне, земледелец будет христианином, когда он видит, что ты так не родишь о его спасении? А ты не можешь творить знамения и убеждать? Убеждай и в тем, чем можешь. Селовеколюбием, предстательством, кротостью, ласками и всем другим. Рынки и бани строят многие, а церквей не строят. И скорее все сделают, нежели это. Поэтому убеждаю, умоляю и прошу как милости, или лучше поставляю даже законам, чтобы никто не имел сила без церкви. Не говори мне, церковь есть близко у соседей. С ней много расходов, немного доходов. Если ты имеешь что-нибудь уделять нищим, то употреби это на нее. Лучше на это, нежели на то. Содержи учителя, содержи дьякона и священнослужительских чин. Подобно тому, как ты делаешь, когда берешь жену или невесту, или отдаешь дочь. Так поступи и с церковью. Удели ей преданное. Таким образом, в село твое исполнится благословение. Каких не будет там благ. Не важно ли, скажи мне, что гумно твое будет благословляться. Не важно ли, что от всех плодов твоих Бог прежде всех будет принимать часть и начатки. Это полезно для мира земледельцев. Затем и священник будет пользоваться уважением, и для села это послужит во спасение. Там будут совершаться за тебя постоянные молитвы, песнопения и торжества, и приношения бескровной жертвы в каждый день воскресной. Что более достойно хвалы? То ли, что другие строят великолепные гробницы, чтобы после них говорили, такое-то построил их, или то, что ты воздвиг церкви. Подумай, что воздвигнув жертвенник Богу, ты будешь иметь воздаяние до самого пришествия Христова. 178. Скажи мне, если бы царь повелел тебе построить дом, чтобы ему жить там, не сделал ли бы ты всего? Но здание церкви есть царственное жилище Христа. Не смотри на расходы, но подумай о плоде. Те возделывают землю, ты возделай их души. Те приносят тебе плоды, ты возводи их на небо. Кто полагает начало, тот бывает виновником и всего прочего. Так и ты будешь виновником спасения оглашаемых там и в ближайших селениях. Бани делают земледельцев очень изнеженными, корчмы очень невоздержными. Но несмотря на то, вы строите их ради славы. Рынки и сходбище делают их бесстыдными. А здесь все напротив. Каково видеть священника, шествующего, подобно Аврааму, убеленного сединами, опоясанного, возделывающего землю и работающего своими руками? Что вожделение такого селения? Здесь добродетель гораздо больше. Здесь нет распутства, оно отвергнуто. Нет пьянства и объедения. Они изгнаны, нет тщеславия, оно погашено. Здесь радушие больше сияет от просто сердечия. Каково выходить и входить в Дом Божий и сознавать, что сам построил его, лечь отдохнуть и после телесного отдыха присутствовать при вечерних и утренних молитвословиях, пригласить к своему столу священника, беседовать с ним, принимать благословения, видеть, как и другие идут туда. Это стена, это безопасность селения. Это та Нива, которая сказана. Воня Нивы исполнены. Южа благослови Господь. Бытие 27.27. Если и без того село хорошо по тишине и спокойствию, в нем господствующему, то когда оно будет иметь и это, с чем сравниться? Подлинно. Село, имеющее церковь, подобно раю Божию. Нет там ни крика, ни шума, ни разных врагов, ни эресей. Все являются друзьями исповедующими одни и те же догматы. Тишина располагает тебя к любомудрию. Священник, начав с этого любомудрия, легко врачует тебя. Здесь все, что мы говорим, рассеивается на торжеще. А там, что ты услышишь от него, твердо напечатлеваешь в душе своей. И оттого в селе ты будешь другим человеком. Он и тех поселян станет руководствовать и будет для них стражем, как самым пребыванием между ними, так и вразумлением их. А какие расходы, скажи мне? Ты построишь сначала небольшой дом в виде храма. Кто-нибудь после тебя построит притвор, а другой после него прибавит еще что-нибудь, и таким образом тебе изменится все. Ты даешь немного, а получаешь воздаяние за все. Итак, сделай сначала, положи основание, или лучше сказать, убеждайте друг друга, соревнуйте между собой в этом деле. Места, где надо бы нахранить Микину, Рош и все подобное, соустрояются всеми удобствами. А где надо бы собирать плоды духовные, о том нисколько не заботятся, но принуждает себя проходить тысячи стадий, предпринимать дальние путешествия, чтобы прийти в церковь. А как хорошо, когда священник с совершенным спокойствием приходит в церковь, чтобы приступить к Богу и каждый день молиться о селе, о создателе храма, не важно ли, скажи мне, что твое имя будет постоянно поминаться в священнодействиях, и каждый день будут совершаться о селе молитвы к Богу. Сколько это принесет тебе пользы, ишь в прочих отношениях. Случается, что иные из твоих соседей имеют покровителей, к тебе, бедному, никто из них и прийти не захочет, а священника, быть может, и пригласит, и пасает за стол вместе с собою. Видишь ли, сколько отсюда может произойти благ. Село будет свободно от всякого дурного нарекания, никто не станет обвинять его ни в убийстве, ни в воровстве, ни подозревать в чем-нибудь подобном. Будут иметь поселяние, от этого и другое утешение, когда приключится с кем болезнь или смерть. Не без пользы и никак случилось будут там вести дружбу, посещающие друг друга, и собрания будут гораздо приятнее, нежели на народных праздниках. И не только собрания, но и сами старейшины будут более уважаемы ради священника. Ты, конечно, слышал, что Иерусалим у древних был почитаем более остальных городов, и не без причины, но потому что в нем тогда господствовало благочестие. Где почитают Бога, там нет ничего худого, а напротив, где не почитают его, там нет ничего доброго. 179. Так будет там великое благосостояние по отношению к Богу и по отношению к людям. Поэтому вещеваю вас не небрежно, но усердно принять за это дело. Если извлечешь полезное изничтожного, то сделай как уста Божие. Иеремия 15.19. То, приносящий пользу и спасение столь многим душам, которые теперь существуют и которые еще будут до пришествия Христова, какого благоволения не удостоится от Бога? Устрои твердыню против дьявола, это и есть церковь. Оттуда пусть простираются руки поселян на труд. Прежде пусть они простирают их на молитвы, а потом идут на работу. Таким образом будет у них и телесная сила. И земледелие будет успешно, и все бедствия будут им чужды. Невозможно выразить словом происходящего отсюда удовольствия, пока оно не будет испытано на деле. Не на то смотри, что церковь не приносит никакого дохода. Если так смотришь, то лучше совсем не приступай к делу. Если ты не думаешь получить дохода выше всякого селения. Если не так думаешь, то и не делай, если не считаешь этого дела выше всего. Что выше этого приобретения? Возводить души в житницу небесную. Жаль, что вы не знаете, как важно приобретать души. Послушай, что говорит Христос Петру, если любишь меня, посе овец моих. Если бы ты увидишь, что царские овцы или лошади скитаются вне затвора и подвергаются опасности, сам построил для них затвор и конюшню, или даже приставил пастуха к ним, то чем не вознаградил бы тебя царь? Здесь ты собираешь стадо Христова и приставляешь к нему пастыря, и неужели думаешь, что совершаешь дело неважное? Но что я говорю? Если соблазняющему и одного человека угрожает такое наказание, то спасающий столь многих людей, скажи мне, неужели не спасется? Без сомнения, спасется. Какой грех будет за ним? А если какой и будет, то не простится ли ему? Из наказания соблазняющему познай воздаяние спасающему. Если бы для Бога не было вожделено спасение одной души, то погубление ее не подвергалось бы такому гневу его. Итак, зная это, примемся за это духовное дело. Пусть каждый из вас пригласит и меня, и мы вместе устроим это по возможности. Если будут три владельца, то пусть делают это общими силами, а если один, то пусть убеждает тому и прочих соседей. Только увещевая вас, постарайтесь сделать это, чтобы во всем благоугождая Богу, подобиться нам вечных благ по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, в котором отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Аминь.